Здравствуйте! Это Деловая Чувашия, программа о деловой жизни Республики. И я, Ольга Григорьева. Сегодня в выпуске. Задача с переменами. Сокращается количество индивидуальных предпринимателей, которые, ну скажем так, осуществляют свою деятельность. Около 4 тысяч индивидуальных предпринимателей Чувашии сдали свои свидетельства. Бизнесменам открывают карты. Дорожная карта в общей мировой практике – это план, как двигаться дальше. Региональная власть пишет инвестиционную карту действий. Уполномочен заявить. Уполномоченный по делам предпринимателей по своему статусу и по моему внутреннему убеждению должен находиться на стороне предпринимателей. У предпринимателей Чувашия появился свой бизнес-омбудсмен. В ожидании кредитные оттепели. Бизнес хочет дешевых денег на длительный срок. Предприниматели и банкиры обсуждают, кто для кого и что мешает сближению. Количество индивидуальных предпринимателей в Чувашии сократилось. Особенно заметно в ноябре-декабре прошлого года. Почему предприниматели сдали и сдают свидетельства? Одни видят причину в росте страховых взносов для ИП. Другие – чиновники, налоговики и представители пенсионного фонда – имеют на этот счет другое мнение. О социальном налоге, так еще называются страховые взносы, предметно говорили и во время встречи. Министр экономического развития промышленности и торговли Чувашия Алексей Табаков и шумерлинские предприниматели. Дмитрий Ковалев продолжит тему. По данным, за прошлый год в Чувашии ИП стало почти на 4 тысячи меньше. Раньше в республике гордились количеством индивидуальных предпринимателей на тысячу человек. Зачастую приводили в пример – 32 в Чувашии против 20 в стране. Регион был первым в Поволжье и пятым в России по этому показателю. И вот случились потери. Хотя нужно учесть, что регистрируются новые ИП. Ряд экспертов пеняет на изменившийся расклад по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей. А они выросли с начала года в два раза. Самозамятые населения, а это не только индивидуальные предприниматели, к этой категории мы также относим адвокатов, нотариусов, занимающих частную практику, практик и главы крестьянской фермерской хозяйки. Это вот у нас такая категория самозамятых населений. Так вот хочу сказать, что при прежней модели, в прошлом году, допустим, вы уплачивали страховые износы, исходя из одного урок, и тарифы законодательства в размере 26%. Вот новая модель устроена так, что страховые износы в виде фиксированного платежа вы должны платить уже и это законодательство на автономном, исходя из двух уроков. Сократилось количество индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою деятельность. На такой формулировке сейчас настаивает Минек и налоговики. По их мнению, сдают свидетельства ИП, которые таковыми просто числились. Фактически же являлись наемными работниками. Вместе с ними в налоговую ринулись так называемые молчуны. Свидетельства у них были, но бизнесом они не занимались. Пока, скажем так, пенсионный фонд их не трогал, свидетельство лежало, хлеба не просило вроде как. А как только выяснилось, что оно требует своего хлеба, что надо заплатить 16 тысяч за прошлый год, плюс за этот год уже 32 тысячи, плюс еще пени, которые набежали, страфные санкции, люди, естественно, начали принимать решение, что надо быстрее от этого патента избавляться. Да, ставка страховых взносов выросла, но предприниматели получили пенсионные права. То есть право на пенсию, как и остальные, говорят в Шувашском отделении пенсионного фонда. Отчисления от индивидуального предпринимателя пойдут на его лицовой счет. В его копилку, а не в российский бюджет. А если получил льготу, то отчислений, соответственно, меньше, и пенсия тоже. Хотя опасения и недоверие у предпринимательского сообщества остаются. В памяти 91-й год, когда пенсия обесценились. Как предприниматель может выйти на пенсию, во сколько лет, и сколько он получит? Я являюсь предпринимателем 91-го года, 22 года. Вроде уже имею право на пенсию, да? Могу ли я выйти в 45 лет на пенсию, если я посчитаю ее, при равняю ее к военной, потому что предприниматель – это чуть ли не военные действия. У предпринимателей пенсионные права формируются только тогда, когда есть доход и есть выплата страхового взноса. То есть на пенсию и тимонцев, а получать пенсию, которая заслужит? По возрасту вы уйдете в 60 лет, не раньше. Желание предпринимателей платить меньше – понятно. Но с другой стороны, есть дефицит пенсионного фонда. Залатать дыру планируют за счет новой модели установить одинаковые тарифы для всех участников пенсионного процесса и для сельхозпроизводителей, и для сферы IT, и для СМИ, у которых пока льготы. В итоге бизнес и власть – каждая сторона по-своему. Рассчитывает на компромиссы и уступки. Когда нас сейчас опрашивали, скажем так, федеральные органы о отношении к данной пенсионной реформе, мы предложили, в общем-то, такой вариант. Мы предложили, что, во-первых, все-таки на период до двух лет предоставить начинающим предпринимателям, скажем так, 50-процентную скидку по пенсионному взносу, но только для начинающих. Пониженную ставку также отчислений в два раза установить для городов, в которых численность жителей менее 50 тысяч человек. Власть всячески напоминает о существующих льготах для некоторых индивидуальных предпринимателей, патентах и предлагает другие формы поддержки. С этого года финансово помогут открывающим частные детские сады, кружки для молодежи. Собираются усилить микрокредитование в моногородах. Таких в Чувашии шесть и среди них шумерля. Займы в агентстве по поддержке малого бизнеса до миллиона рублей по ставке 8,25% предприниматели смогут получать на более длительный срок вместо одного года до трех лет. Предполагается, что такими мерами удастся снять нагрузку с бизнеса. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Деловая Чуваша. Заметно меньше оптимизма было в докладе, уполномоченного по правам предпринимателей России. На встрече с президентом страны Борис Титов рассказал, что именно из-за повышения социальных взносов из предпринимательства ушли 317 тысяч человек. Это каждый десятый из тех, кто вел бизнес. И намекнул, что власти стоило бы пойти навстречу предпринимателям. Об этом сообщает сайт журнала «Эксперт». В организации опоры России прогнозируют, до конца года количество ИП может сократиться до 600 тысяч. А пенсионные фонды и налоговые службы недосчитаются значительного количества платежей. Возросший сбор страховых взносов СП должен был принести пенсионному фонду 47 миллиардов рублей. По данным опоры, недополученные доходы составят где-то 8,5 миллиардов. Ситуацию надо менять, считают эксперты, ссылаясь на то, что индивидуальные предприниматели, как правило, люди небогатые. Это нередко те же студенты, пенсионеры, матери с малолетними детьми. В основном такие предприниматели работают в сфере услуг. Парикмахеры, няни, репетиторы. В среднем по России их доходы не превышают 6-10 тысяч рублей в месяц. А налоговая нагрузка просто обесценивает их бизнес. После закрытия своего дела они вполне могут отправиться на биржу труда, стать на учет в службу занятости и получать пособие. Сейчас предприниматели поддерживают общественные организации и объединение бизнесменов. Говорят, вступилось и Минэкономразвитие. Общественники предлагают отменить налоговые изменения, а некоторые предприниматели привязать размер налогового отчисления к размеру дохода. К примеру, по страховым взносам это 6% от доходов. Полагают, что это более справедливое и правильное решение. Вопрос пока остается открытым. Опора России собирает подписи, которые намерена представить президенту страны, правительству России и Федеральному собранию. Чувашия разрабатывает собственную инвестиционную дорожную карту. Такое поручение глава региона Михаил Игнатьев дал правительству в феврале этого года. Дорожная карта – один из пунктов соответствующего указа. Суть документа сводится к тому, чтобы создать благоприятную среду для развития бизнеса в республике. Подобные карты сейчас составляют многие регионы по разным направлениям. Мнения в предпринимательском сообществе по этому поводу самые разнообразные. От очередная сказка до правильный и своевременный шаг. О том, как сказку хотят сделать былью, далее в репортаже. Одна из оптик столицы. Здесь рады бы забыть о старом оборудовании, но не могут. Мастера давно работают на новом, действительно современном. С помощью такого визиоофиса снимают все нужные показания для изготовления очков. Прибор значительно облегчает работу человека. Повышается точность, во-первых. То есть это не какой-то субъективный показатель, когда мы сидели, рисовали, где положение, скажем, зрачка. То есть лицом к лицу садишься к клиенту и рисуешь. Это метод, которым еще многие пользуются. А вот у нас есть такой прибор, нам намного проще. Мастерской приборы также обновляются. На смену старым приходят новые. Однако старички по-прежнему занимают в помещении место. И вовсе не в качестве музейного экспоната. Рядом со своим цифровым аналогом этот прибор 68-го года выпуска установлен, поскольку того требует ГОСТ. Как, впрочем, еще несколько предметов. Всех их поддерживают в рабочем состоянии. Как положено, приборы осматривают проверяющие. А раз в год их отправляют на тест-контроль в Центр стандартизации и метрологии. Разумеется, проверка за плату. Когда мы получали лицензию, мы представили проверяющие организации, которые выдают лицензию, более современное новое оборудование, которое позволяет нам качественно делать свою работу. Но по нашим старым законам, которые были приняты много лет назад, требовалось устаревшее советское оборудование, которое давно снято с производства. Такие разговоры были, что хотят по умолчанию. Если оборудование последнего года выпуска соответствует современным технологиям, значит, оно подходит. И надеюсь, это тоже будет принято. Словом, хотя производственный процесс и опережает ГОСТы, проверяющие действуют согласно букве закона. А этот и многие другие барьеры мешают созданию благоприятного микроклимата для бизнеса. Проблемы в Чувашии, как правило, общероссийские. Бизнесу нужны прозрачные условия, во-первых. Он должен быть убежден в том, что его собственность будет защищена. Он должен быть убежден в том, что он получит, скажем так, условия работы, которые не будут изменяться хотя бы в среднесрочной перспективе, для того, чтобы он мог планировать свои бизнес-проекты. Ну и отсутствие неких таких предпосылок для захвата собственности, рейдерства, коррупции. Вот это все в совокупности, и оно создает такую благоприятную среду, в которой бизнес развивается. Чтобы сделать регион привлекательнее, власть предпринимает ряд мер, в том числе создает институт уполномоченного по правам предпринимателей и составляет дорожную карту по внедрению инвестиционного стандарта. Карта – это наглядный сценарий или путь, по которому должны пройти руководящие верхи, чтобы улучшить инвестклимат. Бизнес-карта содержит стандарт по 15 направлениям. Он включает в себя инвестиционную программу региона, предусматривает защиту и гарантии инвесторов, условия ведения и сопровождения бизнеса. Составление такой дорожной карты – предпринимательская инициатива, проект Агентства стратегических инициатив и деловой России. Разработанные ими стандарты сначала внедрены в шести пилотных регионах, в том числе Татарстане и Липецке. Они признаны эффективными, а теперь за образец берут регионы. Как правило, предприниматели, инвесторы в первую очередь интересуют, например, план развития и создания инфраструктуры в регионе, то есть какие объекты в конкретном муниципальном образовании будут строиться либо реконструироваться, в каких программах Российской Федерации, субъекты Российской Федерации это предусмотрено, в проектах, субъектов, естественных монополий. Это вот один аспект. Потом сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна, то есть инвестору помогают реализовывать свой инвестиционный проект, органы власти причем помогают, да, или соответствующие институты развития помогают реализовать проект под ключ. Дорожная карта внедрения стандарта диктуется практикой, а не одними умозрительными заключениями чиновников. В местном отделении деловой России рассчитывают, что этот принцип совместной работы сохранится. На самом деле, каждый регион имеет свои особенности, и та инвестиционная стратегия, которая принята в Татарстане, допустим, она не приемлема для Чувашии. То есть никто лучше бизнесменов не знает наши местные особенности, такой местный колорит, да. И только мы, люди, которые непосредственно занимаются делом, они могут дать обратную связь власти, что позволяет власти не совершать каких-то ошибок. Дорожная карта разрабатывается, скажем так, наверное, все-таки органами власти, но в процессе разработки обязательно учитывается мнение делового и предпринимательского сообщества. Инвестиционный стандарт призван сделать регион открытым, понятным и привлекательным для бизнеса. До конца года республика должна запустить его. По этой работе будет оцениваться эффективность региональной власти. Хотя о состоянии делового климата нужно судить, конечно, не по индикаторам, рейтингам и заклинаниям властей, об этом заявлялось из высоких трибун, а по отношению самого бизнеса. Как он себя будет чувствовать, таков и климат. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Деловая Чувашия. Для защиты прав и интересов бизнесменов в Чувашии появилась государственная должность, уполномоченный по правам предпринимателей. Представители делового сообщества выражают мнение, что это не очередной популистский ход власти, а потребность, пока государственная машина не может в полной мере защитить предпринимателей. Появление института уполномоченного дает надежду бизнесу, что он сможет защититься за этим бастионом от рейдерства, коррупции или в каком-нибудь другом крайнем случае. Вместе с тем институт омбудсмены даст власти обратную связь с предпринимателями, не через призму чиновников, а через прямое общение. Институт уполномоченных открывается по всей стране. В Чувашии свой омбудсмен по правам предпринимателей появился 18 марта. Им стал Владимир Иванов, предприниматель, депутат Чебоксарского горсобрания и советник главы Чувашии. О том, чем в первую очередь займется уполномоченный, Владимир Иванов рассказал в интервью нашему каналу. – Здравствуйте, Владимир Николаевич. – Здравствуйте, приветствую вас. – Вы стали первым бизнес-омбудсменом в Чувашии. По определению, вы призваны представлять интересы предпринимателей. По сути, вы находитесь в государственной должности. Так все-таки чьи интересы вы будете представлять? – Вы знаете, в последние несколько лет сложилась такая ситуация, такой миф, что предприниматели по одну сторону государства, а государство совершенно по другую сторону баррикад. На самом деле, я считаю, что предприниматели – это основа государства, так же, как и военные с другой стороны. Но предприниматели содержат государство, оплачивая налоги. Большое значение играет то, какие рабочие места создаются предпринимателями. В последние десятилетия, мне кажется, что государство ушло в какую-то такую патерналистскую сторону. То есть, больше, скажем, обращало внимание на социальные нужды. Да, это, безусловно, правильно. Но, с другой стороны, предприниматели, как таковые, ушли на второй план. Их проблемы ушли на второй план. – То есть, вы сейчас, на данный момент, находитесь на позиции предпринимателей? – Да, безусловно. Уполномоченный по делам предпринимателей по своему статусу и по моему внутреннему убеждению должен находиться на стороне предпринимателей и находить все возможные законные способы защищать интересы предпринимателей. – Должность у нас в Чувашии создана, уполномоченный появился, но вот законодательная база еще не подоспела. То есть, получается, вы будете работать на общественных началах? – До принятия федерального закона и до принятия закона Чувашской республики должность уполномоченного является должностью на общественных началах. Но, тем не менее, к уполномоченному, имеющему такой статус, безусловно, все государственные структуры и муниципальные структуры прислушиваются. И я думаю, что мы выстроим такое хорошее взаимоотношение и будем доказывать правоту предпринимателей, в случае, если будет это необходимо по тем или иным реальным возникшим проблемам. – То есть, фактически, вы сейчас уже чувствуете, что готовы влиять и будете, скорее всего, влиять на ситуацию, когда посыпятся реальные жалобы и обращения от предпринимателей? – Ну, во-первых, на уровне уполномоченного будем оказывать экспертную оценку и экспертную помощь по тем или иным вопросам. Ко мне уже стали звонить отдельные предприниматели, в том числе по резонансным делам, которые широко известны в республике, и просят посмотреть ситуацию. – Владимир Николаевич, какие первоочередные задачи вы ставите перед собой? – Ну, во-первых, институт, уполномоченного по делам предпринимателей, – новая структура. Хотелось бы ее наполнить такой системной работой, для того, чтобы, во-первых, предприниматели почувствовали улучшение своего, не то что положение, а, скажем так, они почувствовали бы, что бизнес делать удобно и безопасно в республике. Это, наверное, самое главное. Чтобы предприниматели не отвлекались на какие-то моменты разборок с государством, с муниципальными органами, а просто спокойно работали для того, чтобы и развивать свой бизнес, и содержать тех людей, которые у них работают. И, соответственно, оплачивать спокойно те налоги, прозрачно оплачивать те налоги, которые положены оплачивать предпринимателям. Это первое. Но одна из основных задач, уполномоченного по делам предпринимателей, как я вижу, это выявление системных проблем в развитии предпринимательства и выход на законодательные органы с целью изменения законодательства. Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует... Рано или поздно любой бизнес нуждается в кредитах и прокладывает дорожку в сторону банков. Особенно, если речь идет об инновационном бизнесе. У каждой стороны свои интересы, а сотрудничество может пройти на ура или не пройти вовсе. Что хочет бизнес? Бизнес хочет дешевых денег на длительный срок с наименьшими залоговыми обязательствами. Что хочет банк? Банк хочет минимум рисков. Это значит высокие залоги. Значит, как можно... Ну, не слишком длинные деньги, потому что длинные деньги опасно отдавать. Что за это время случится с бизнесом неизвестно. По наблюдениям экспертов Национального банка, судя по прошлому году, банки повернулись лицом к бизнесу. Кредитование шло активно. Дефицита ресурсов у банков не наблюдалось. Объем кредитования малого и среднего бизнеса рос высокими темпами. Правда, предприниматели остаются консерваторами в своих предпочтениях и занимают далеко не у всех. Но наиболее значительную роль в кредитовании малого и среднего бизнеса играли три крупных банка с госучастием. Два из которых имеют здесь филиалы и один – операционные офисы. Мы надеемся, что эти банки все же не под контролем государства и не лопнут, как часто у нас бывает, предлагая маленькие старки, заманивают клиентов. Зачастую деваться просто некуда, хотя выбор вроде бы есть, комментирует бизнес. На рынке положим крупный банк, и у него почти неограниченный кредитный портфель. Остальные, возможно, готовы выступить с интересным предложением, но они уступают по ресурсам. Соответственно, деньги предлагают дороже. Их нужно скорее пускать в оборот – сроки кредитования короче. В целом, деньги так и остаются дорогими и для банков, и для предпринимателей. А рассчитывать на долгосрочные кредиты, которых так ждет бизнес, не приходится. Тенденция сохраняется. Набор сложностей, как правило, традиционен, с годами не меняется. Это жесткие условия банка – бумажная волокита. Выдают перечень документов, которые надо собрать, банк выдаёт. Собираешь все эти документы, и потом еще 45 бумажек надо привезти. В общем, те, которые они указали, ты их привозишь, и потом привозишь еще кучу всяких, о которых они не говорили. За миллион, за миллион, вывернут все. Подписи всех попросят вообще. Тут жены, дети, соседи. И с чем столкнулись? С налоговой документ пришел, там 30 копеек, не дай пить, 30 копеек, и отказали, вы понимаете. Вот все документы собрали, и за 30 копеек отказали. Банкир иссылается на особенности кредита. Его можно получить без залога и быстро. Соответственно, любая задолженность становится стоп-фактором. Хотя ситуация в кредитных учреждениях разная. А об индивидуальном подходе говорят все – и та, и другая сторона. По поводу налоговой, да, то есть если мы видим справку, там действительно какая-то задолженность, мы можем просто попросить от заемщика платежное вручение о том, что он оплатил эту сумму, мы прикладываем к этой справке до выдачи кредита, мы можем предоставить кредит. То есть в данном случае мы не ждем новую справку обновленную, потому что эта сумма занимает очень много времени. Бизнес призывает учитывать положительную кредитную историю и ждет более справедливых решений. Говорят, случалось, что даже при отрицательном имидже некоторые крупные предприятия республики все-таки получали заем. Предприниматели пеняют также на высокие процентные ставки. В них кредитные учреждения закладывают риски, поясняют банкиры. Нужно менять культуру ведения бизнеса как банкам, так и самим предпринимателям. А пока приходится рассчитываться и за себя, и за того парня, который не заплатил по займу. Отдельный вопрос по оценке залогового имущества по кредитам. С чем я сталкиваюсь, скажем так, это первые самые низкие 10-залоговые коэффициенты. На самом деле, это, во-первых, оценку делают определенные оценочные компании, которые предлагают банки. Они уже, на мой взгляд, оценку чуть занижают. Кроме этого, сами банки еще коэффициенты очень низкие. Очень в редких случаях банк, продавая залоги, реализуя свою залоговую массу, возвращает кредитные ресурсы. Потому что здесь идет судебная тяжба, здесь начинают всплывать различные негативные моменты, и никто не покупает ее, понимая, что она больше заберет, чем принесет. Поэтому залоги – это просто гарантия того, что банк какую-то часть может вернуть. Кто для кого в бизнесе? Банки, для предпринимателей или наоборот? Вот вопрос, пожалуй, риторический. Бизнес-сообщества и кредиторы не могут существовать друг без друга. Предприниматели и рады бы рассчитывать только на собственные средства. Да говорят, так тяжелее и медленнее развиваешься. Банки выступают на рынке со своим рисковым товаром – деньгами. Их надо продать и получить прибыль. Словом, приятное и комфортное сотрудничество, как в европейских странах, где с минимум документов можно быстро получить займ и под небольшие проценты – это удел скорее будущего, чем реалий настоящего. Дмитрий Точилов, Андрей Шоклев, Деловая Чувашия. Между тем, о серьезном перекосе в банковском секторе заявляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РБК. Потребительское кредитование в стране развивается динамично, рост на 40% в прошлом году, а вот в корпоративном секторе падение вдвое – до 13%. Российские банки идут на новые рекорды по доходности. 150 миллиардов рублей заработали за январь-февраль этого года. А предприятия реального сектора не спешат кредитоваться. Для большинства высокие процентные ставки недоступны. Сейчас реальная величина процентных ставок для бизнеса колеблется от 20% и выше в зависимости от региона. Рентабельность же большинства отраслей реального сектора экономики просто не позволяет использовать столь дорогие банковские ресурсы. Компаниям легче использовать фонд заработной платы для погашения текущих платежей и задерживать выплаты работникам, чем занимать деньги у банков. Наращивать кредитование мешают высокие риски в экономике, низкое качество прогнозирования инфляции и отсутствие конкуренции, считают эксперты. Более половины активов у пяти крупных банков, а снижать ставки никто не хочет. Говорят, будет достаточная конкуренция, будет и игра на понижение. Исправлять перекосы главный банк страны ЦБ намерен административными методами через упрощение процедуру залога. Это все на сегодня. Удачи в делах. До свидания.